Потому что свои зубы это вообще супер вариант, но тогда съемные протезы, то есть там минимум металла стоит, съемные протезы. Но может самый ответственный момент упасть зубы, знаешь, стоишь с трибуны, разговариваешь, хоп, и зубы упали, понимаете? Ты имеешь в виду силиконовые зубы? Ну да, вот я вот, я знаю, что фусика додья, и калитры листы метабута фусика додья, и мазелисты. Потому что вы привезли, и не имеете металла, а она говорит, мне кажется, что это можно было сделать. Ну, Люда, я сейчас расскажу, а ты переведешь, это же тут как бы дословный перевод. Бабушка с дедушкой лежат в кровати, она говорит, дорогой, а ты помнишь, когда мы были молодые, ты нежно целовал меня в щечко? Он ее так, а ты помнишь, когда мы были молодые, ты меня нежно обнимал за плечи. Он её так обнял. «А помнишь, когда мы были молодые, ты меня покусывал зубчиками за ушко?» Он встаёт, одевает тапочки и куда-то идёт. Она говорит «Ты куда?» Он говорит «За зубами». Я не понимаю, как я зубами. Лей, как это говорит, лей я ля с тобою. Лей, ты мася, когда ныне, как мы любим, что мы любим, что мы любим. И ко мне горим. Лей, ты мася украр не, так доб�icía. Жумно из аержкости. Ид additional. И у меня естьish по ее девушке. Металодаке су, то афтаке. Ки ауто си койлит и фейми. Клику пас. Гя та дондия. К сожалению, зубы у нас не регенерируются. Понимаете? То есть, либо он есть, либо его куда-то дели. Антистихос, дэн ана кемиуте та дондия. Ну да. И в ментира, по токсейного сети, то есть, что давайте койлит, либо у кауль! Властейка. Конечно. Конечно. Каждый зуб это связь с органом! Ты знаешь, что ли? Да. И, а, не, не. И, а не хит, что-то, не хит, не хит... Согласны, не хит, не хит... А, не хит... А, не хит... Потому что и все говорят, что если с детства такая пленка, то ты их почистишь 2 месяца и все это совершенно хорошо. Да, согласен. Вы хотели спросить? Хочется, мы с вами говорим о том, что мы хотим более того, как и другого. Есть какие-то доказательства, что после того, как это происходит. А то есть какие-то кодиа, для того, как это происходит. Та карту, паттуса. Έχει, пья guest с теми. Έχει, ακριβός, έχει, есть . Думаю, όλα, μέχρι τις σφάλια, где-то в паттуса. Звучит, име Upper Bateur. И там, нет. И там, например, приходим. Хочется, если все в таком месте. Все в таком месте, а потом начинается, все в таком месте, и все в таком месте. Потом, в таком месте, где-то и все в таком месте, есть какие-то птицы и все-таки и все-таки. Да, да. Я это я взяла эти иконы в флагах. В Инdefinedи начать с вами, смартфон, чтобы и на поводу целью обсуждают, а в этих целях, и в этой целью, а в общем, все изображают... но я уверена, что здесь как в флагахе – мы проезжаем назад, а в этой целью с вами, например, и в этой целью, подрастная линия также. как и в дахтвилях. Когда мы проверяем... Когда мы обследуем тяжелые металлы, откуда мы берем информацию? Селектора берете? Селектора, но на каком меридиане обследуем? Любые тяжелые металлы? Да, да. Все это будем говорить спокойно. Мы говорим об этом. Да, да. Все это обязательно будем вам говорить. Итак, для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы начать говорить о конкретных меридианах и какие возбудители мы на этих меридианах ищем, какие заболевания ищем, мы должны еще раз повторить вчерашний день буквально. И так, значит, справа слева это понятно, справа правые органы, если это органы парные, слева левые органы. Если этот орган один, то есть у вас название точки, правая часть, у вас все написано. Черный и дробь. Да, черный и дробь, там все. То есть она находится справа, значит, соответственно, мы правую и левую часть там следуем. То есть на ноге точка есть. И слева, левая доля, потому что она и находится территориально справа. Да? Левая, левая доля. То есть есть нюансы. Если это кишечник, он же идет в атаку, да? То там отделы справа правая отдела, слева левая отдела. ОК. Οπότε, λέει, να επαναλάβουμε αυτό, δηλαδή, από τη δεξιά και αριστερή πλευρά, είπαμε, ότι, στα διπλά όργανα, έχει να κάνει, δηλαδή, το δεξί μέρος του πνεύμουνας, το δεξί χέρι, το κοιτάμε, το αριστερό μέρος του πνεύμουνας, το αριστερό χέρι, κοιτάμε. Όταν είναι, παραδείγματος χάρη, το αέντερο, έχει, ακριβώς, τα μέρη του εντερου, το οποίο είναι από δεξιά και από αριστερά, το ανιόν από δεξιά, το καρτιόν από αριστερά, και, σε εκεκριμένα μέρη του εγκάρσιου, πάλι, γράφει, βασικά, δηλαδή, για το κάθε σημείο, τι αφορά. Και είπε, για το σηκώδι, το οποίο είναι μόνο από δεξιά, το δεξί μέρος του σηκωτιού, είναι στο δεξί χέρι, το αριστερό μέρος του σηκωτιού, βασικά, αθιού για το σημείο, το να υπάρχει… Εσύ βασικά, δεξιά, εδώ μοιραστικά, είναι αυτό, το fam Legend前 – το τρίγιο σηκώδι. Εσύ βάζει το σημείο του σημείο, το σημείο το σημείο της σημείας, στο σημείο το σημείο, καθώς, σε παράδειγμα, δεξά, το σημείο, семью, где ты в газе, акипану, вставай вместо эллика, подать эту семью и влепить, акипану, и ты сидеть эту семью, в каком месте, что ли кто едет. Затем будет, буду так говорить, экзо- и эндоинтоксикация. Как раз вот эти точки, которые называются экзо- и эндоинтоксикация, это на них вы обследуете тяжелые металлы, электромагнитные нарушения, геопатогенные воздействия, которые они когда-то были экзо, а потом они стали энд, потому что они вошли в человека. Меридианы? На точки на меридианах. Есть точки, которые называются там, 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 но мы на них смотрим экзо- и эндоинтоксикация. Лοιπόν, с этой семью диафористы, вращаются в семья, в которой называются эндо- и экшо-токсикации. Лοιπόν, σε αυτά τα σημεία, μια κοιτάμε την επιβάρηση με βαρέα μέταλα, δηλαδή, όταν πατάμε αυτά τα σημεία, τα μετράμε, κοιτάμε και βγαίνουν έξω από το φυσολογικό όριο, κοιτάμε επιβάρηση με βαρέα μέταλα, γεωπαθολογική επιβάρηση, ηλεκτρική επιβάρηση, ηλεκτρική επιβάρηση, ηλεκτρική επιβάρηση, это такое, да? То есть всё, что выше нормы, это в сторону острого процесса, перевозбуждения и так далее, всё, что ниже, в сторону хронического и торможения или гипофункции. То есть, соответственно, выше нормы, чем выше показатель от 66, да? То есть, тем острее воспаление или выражение гипофункции. И соответственно, показатели, я буду говорить, показатели ниже нормы, да? То есть низкие показатели. То есть, это показатели, которые в сторону гипофункции хронических заболеваний, чем ниже, тем больше выражено хроническое заболевание или гипофункция. ОПОТО, ОСО ПЁО ХАМИЛА ИНЕ И ДИКТЕС, у СИАСТИКА, МЕСА СТО КАТО ОБОТО ТО ФЕСУРОЙ ПОРЬОСО, ОСО ОСО ПЁО ХАМИЛА ИНЕ ТОСО ПЁО СОВАРИИ И ГРОНЬЯ И ПАТОЛОГИЯ, ТОСО ПЁО, ТОСО ПЁО БОЛЬЕ ЭХ ПРОХОРЫЩИ, У СИАСТИКА, И ЭКФИЛИСИ И ТАЛЕПА ПЕРОШИ. Потом будут встречаться контрольные точки измерения. Это точки, с которыми вы можете работать, как с любой патологической точкой на беридиане с данной стороны. С данной стороны. Это точка, в которой вы можете видеть генную ситуацию олоклирую месевренную. Понятно, что эта точка должна быть патологическая. Если она не патологическая, то есть вы ее упускаете, вы не работаете. Если этот семья приходит с физиологической ории, то это означает, что все остальные месевренные, и вы не обращаете месевренную. Под понятием «работаем» это значит, открываем селектор, выискиваем кого-то и подбираем препараты либо отсюда, либо отсюда. То есть это как работа имеется в виду? ...это, извиняюсь, он сказал, что это селения для месевренной, в том числе и селениях. Для этой стороны ленинге, в том числе, в том числе, это не селение, а потом, и в том числе, в том числе, в том числе, в том числе. проблема до скорости работы кем это и петона от и она и по мафтаде на гетинзистос и а сейчас давай я закончу дальше будет то есть мы с вами научились выстраивать плато да то есть вот . поднимается и как-то вот она там растет или она высокая нормально или она низкая но бывает такая ситуация когда получается вот такой графики. Липон и так сисьмо ой видам ой и она семью пьянни мне эфтия , еты , ена епипедо , длати пай 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 и пьянни ен епипедо лэйте ена е психо , ете е хамило , ехумо ауус лэйт кя афтийтен катастроф То есть, вот плато, росло, 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 а потом, коп, и упало. ЛИПОН. ЛЕЕЕ ОТИ ТИХАЕННУНИ ПЕРИПТОСИСОКУ КАНИ АВТИТИН КАБЕЛИ. ДЛАДИ, ПИАНИТ ТО ЕПИПЕДО, КЕ ПРИН ОВТАЦИТ ТА ПЕНДЕДЕВТЕРО ОЛОДИ, ДЛАСУБАНУ, СТА ПЕНДЕДЕВТЕРО ОЛОДИ, ТА ПЕФТИ, ЕНО КРАТАТЕ ТО РАПТОС, ДЛАДИ, МЕ ТИН ИДИЯ ПИЭС, И у Вас получается, когда Вы эту точку зафиксировали уже, он у Вас пишет 72, то есть 72, да, например, было, а потом 34, то есть это говорит о том, что до 34 единиц вот это вот было падение, это феномен падения стрелки. Сейчас расскажу, что это. ЛИПОН, 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 αυτά τα νούμερα λένε ότι το επίπεδο που έπεσε ήταν από το 32, και μετά έπεσε μέχρι από το 34. Αυτό είναι το φαινόμενο πτώσης του βέλους, και θα μας εξηγήσει τι είναι. Πριν να μας εξηγήσει, Λαυρέτη, σε παρακαλώ, θες ότι εγώ αυτό που είδα, ρε παιδί μου, την ώρα που πατάω το σημείο και το πατάω με σωστη δύναμη, πιάνει το επίπεδο. Πιάνει το επίπεδο. Κρατάς 5 δευτερόλεπτα, πιάνει το επίπεδο. Αν δεν το σταθεροποιήσεις εκείνη την ώρα, αν δεν πατήσεις το κουμπάκι, δηλαδή αν βγάλεις το ράβδος πριν να πατήσεις το κουμπάκι, θα κάνει αυτό. Όχι, 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 όχι. Δεν το κάνει. Το δοκίμασα εδώ πολλές πολλές. Το κάνεις, φτάζεις, φτάνεις στο 5, μετά θα το βγάλεις, μένει εκεί που είναι, και αν πατήσεις το κουμπί, πάει στο άλλο, αλλάζει... Αν πατήσεις... Να σας ρωτήσω, δεν με κατάλαβες. Πατάς το ράβδος. Πατάς, 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 πατάς. Πατάς, πατάς, πατάς. Αν το βγάζεις χωρίς να πατήσεις το κουμπί, θα πέσει. Όχι. Βέβαια, το έχω δοκιμάσει. Δεν είναι έτσι, πατάς. Θα το δοκίμασα. Αλλά δεν είναι έτσι που σας πλέω. Το δοκίμασα και εγώ, γι' αυτό σας το λέω. Δεν το... Δεν το δοκίμασα πολλές φορές. Αλεξάνδρα, βήκα και... Χωρίς να πατήσεις κουμπί. Ναι. Κουμπάτου... Να, το δείξε τώρα, κουμπάτου. Δεν έχω αυθόρα ότι υπάρχει μάλλον. Εκάσμα, Αλεξάνδρα, και κουμπάτου, αν δεν τορφέ, degenerケτες, προσπαθώ,show περίπτω. Αυτό πάντου είδα, βάζω κουμπί, αν δεν τορφέ, εάν δεν τορφέ, να δίξay πάντου, και να τίξω να φτιάξω. Εγώ, όχι, ότι δίνει στο μετά τη στιγμπί. Εάν δεν το χώρο, Μute, εάν δίνει στο μετά τη σειρά, αν δεν το θέμα πάντου, стрелки нет, то он не падает до пятой секунды. Так, то есть ровно. Феномена падения стрелки нет. Но ты давишь так же, одинаково. Не так отнимаешь, а давишь пять секунд. Так, феномен падения стрелки... Давай. Давай. Давишь с одинаковой силой. И видишь, у тебя ничего не падает. Все. Ничего. 46-44. Это две единицы. Это норма. Ты начала отнимать и оно начало падать. Но это искусственное норма. НЕ, НЕ. Тέλει να το βγάλεις απότομα. Γιατί, αν το βγάζεις σιγά-σιγά πέφτει. Αλλά, αν το βγάζεις σιγά-σιγά πέφτει, то λέω, για να μην μπερντευόμαστε. Γιατί, εγώ, τώρα, θα μπορούσα... То есть, поставили и пять секунд, давите. Пять секунд. Одинаково. Сильно, да? Отняли, щупреско. Как у Кол, делаем, да? Если феномен падения стрелки есть, он образуется со второй, по пятую секунду. Λοιπόν, οπότε, να ξεκαταρίζουμε ή να μείνουμε... Λοιπόν, πρώτον, αυτό. Πρέπει να βγαίνει απότομα το ράπτος, ασχέτως, αν το στατεροποίσαμε, το αποτέλεσμα ή όχι, αν πατήσαμε το κουμπάκι, πρέπει να βγαίνει απότομα το ράπτο. Το πρώτο. Το πυλάκι από το σημείο. Η ακίδα. Η ακίδα. Η ακίδα. Λοιπόν, δεύτερο, λέει, αν υπάρχει φαινόμενο πτώσης του βέλος, φαίνεται από το δεύτερο έως το πέμπτο δευτερόλεπτο. Εγώ σας λέω, όμως, ότι αν μειώσετε, αν έχετε μία πίεση και την μειώσετε, θα τέτοια. Δηλαδή, πρέπει να είναι στατερή η πίεση. Αυτό σας λέω. Γιατί θα φανεί ότι έχει φαινόμενο χωρίς να έχεις κάνει κάτι. Από το δεύτερο, με το δεύτερο, δεν πρέπει να είναι στατερή η πίεση. στατερή η πίεση. στατερή η πίεση. Разница между первым показателем δρόμπ και δρόμπ και το δρόμπ, αυτό και είναι φαινόμενο πάνωσης πάνωσης στριέτης. 72-34 είναι στριέτη. 40-8. То есть, φαινόμενο πάνωσης πάνωσης. Λοιπόν, η διαφορά, ανάμεσα στην πρώτη, στο πιο ψηλό, δηλαδή, την πιο ψηλή ένδειξη και την πιο χαμηλή, δηλαδή 72-34 είναι ουσιαστικά, πόσο είναι 48 ή 38. 38. 38. 38 είναι ουσιαστικά το φαινόμενο πτώσης του βέλους και έχει τον δίκτυ 38. Βυσίτευατε, βυσίτευατε, έτσι, δεν έχει τελειώσει όμως, σας λέει μόνο αυτό το σημείο. Ότι το φαινόμενο πτώσης του βέλους είναι διαφορά ανάμεσα στον δίκτυ του πιο ψηλού σημείου και του πιο χαμηλού. Δηλαδή, το πιο ψηλό σημείο μετρούς 72, το πιο χαμηλό 34, η διαφορά τους είναι 38 και το φαινόμενο πτώσης του βέλους φέρει αυτό τον δίκτυ 38. Και από εκεί και πέρα μας εξηγεί παρακάτω τι είναι το φαινόμενο. Το φαινόμενο αυτό εξαρτάται από την πίεση που ας πούμε εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Όχι. Με σκατερή πίεση και συμβαίνει αυτό. Γιατί αν θα γράψεις την πίεση θα πέσει. Το έχεις καταλάβει. Οπότε αυτό...